От Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» чайные наборы врачам Видновской районной клинической больницы и фельдшерам станции скорой медицинской помощи передали члены и сторонники партии «Единая Россия» активисты молодой гвардии «Единой России» Ленинского городского округа, сотрудники исполнительного комитета Ленинского местного отделения партии в знак признательности за нелёгкий каждодневный труд. Для того, чтобы в перерывах между работой они могли посидеть, выпить чай. Это очередной шаг, который показывает огромную благодарность, признательность и их труда, которую они выполняют. Депутаты и члены движения «Молодая гвардия Единой России» произнесли слова благодарности медицинскому персоналу. Я как медицинский работник, многие меня знают. Я могу единственное сказать, я уже не в том возрасте, чтобы пойти вам помочь, но была бы я молодой, я, наверное, была бы в первых рядах тоже. В этот день подарочные наборы были вручены тем сотрудникам Видновской районной клинической больницы, кто нашёл время в своём напряжённом рабочем графике. Остальным наборы раздадут позже. В любой ситуации мы выполняем свою работу, и как оказывали медицинскую помощь населению, так мы её и стараемся оказывать. И с той же любовью, добротой, с тем же терпением. В этом случае ничего не изменилось. Также подарки получили сотрудники Видновской станции скорой помощи. Нагрузка на их плечи заметно возросла. Многие врачи сейчас сами сидят на больничном в связи с инфекцией. А количество обращений тем временем достигает 400 за сутки. Экстренные вызыва никто не отменял. Они постоянно присутствуют в том или ином количестве. Неотложные вызыва также много поступает. Деспеча, конечно, стараются их, различают. И либо передается вызов. Неотложная помощь, либо обслуживается скорой помощью. Благодаря старанию медиков удалось спасти не одну жизнь. Но, как известно, любому человеку нужен отдых. Мы решили преподнести им подарочные наборы, которые были собраны на основе их пожеланий. В эти наборы входят сладкие такие подарки. Чай, кофе они могли выпить в свободные минуты, когда они освобождаются, могут передохнуть. И отдохнуть от всей своей работы. Чтобы облегчить жизнь врачам и сохранить свое здоровье, важно не забывать о мерах предосторожности. Думаю.